Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Сегодняшняя наша встреча посвящена налоговым вычетам. На экране вы видите наши контактные данные, электронная почта, телефон, адрес сайта. Если по какой-то причине вам не удалось досмотреть, например, до конца нашу встречу или время оказалось неудобным, через некоторое время вы можете посмотреть ее в записи. Мы выкладываем их на наш сайт и там достаточно много другой справочной информации. Возможно, вас что-то еще заинтересует. Веду сегодняшнюю встречу я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. Мои контактные данные вы тоже видите на экране. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Если такие возникнут, направляйте их удобным любым способом. Если это будет в письменном формате, мы сможем более конкретно ответить вам на вопрос уже предметно касательно вашей ситуации. Итак, программа нашей сегодняшней встречи. Вы видите ее на экране. Будем мы смотреть на примере 1С ИРП и 1С ЗУП. На самом деле конфигурации имеют очень много общего, и мы об этом немножко поговорим. Поговорим про подготовку к подаче отчетности за первый квартал. Подать ее в этом году мы должны будем до 25 числа. Про НДФЛ и другие новшества. Про повышение возраста детей для вычета за лечение и за спорт до 24 лет. Ну и поговорим про повышение ставок НДФЛ в 2023 году и про дополнительные сервисы, которыми можно воспользоваться в этих двух конфигурациях. Проводить встречу мы сегодня будем таким образом. Я буду показывать на слайдах нормативную информацию, и мы будем переключаться уже напрямую в демо базы и, так сказать, ручками потрогаем то, о чем проговорим. Итак, в этом году новшеств очень много. И коснулись они не только вычетов, но и, собственно говоря, достаточно много было изменений по НДФЛ, по единому отчету в Объединенный социальный фонд России, то есть отчеты ЕФС-1. И, соответственно, были изменены достаточно сильно, скажем так, можно сказать, революционно многие другие налоговые нормативные акты. Собственно, напомню немножко, так сказать, экскурсию. У нас есть вычеты социальные, у нас есть вычеты стандартные налоговые, ну и так далее. Мы поговорим сейчас о них более подробно. Соответственно, социальные вычеты – это вычеты, которые можно включать в расходы, если вы занимались благотворительностью, если было обучение, лечение и дорогостоящие медикаменты, если, соответственно, вы использовали вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. То есть в этом случае по вычетам у нас установлена максимальная сумма по социальным вычетам 120 тысяч рублей. И отдельно от этих 120 тысяч рублей можно получить вычеты на детей и на дорогостоящие лечения. Соответственно, размер дополнительной суммы, на которые можно рассчитывать по обучению ребенка – это 50 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Использовать этот вычет могут оба родителя. При оплате дорогостоящего лечения размер вычета не ограничивается, но, соответственно, вам нужно будет собрать комплект документов, которые требуются для получения этого вычета. Собственно, налогоплательщик сам выбирает, какие виды расходов он хочет увеличивать, учитывать для получения возврата денежных средств. Получить возврат можно двумя способами. У работодателя в течение налогового периода, то есть можно предоставить документы для того, чтобы работодатель не производил начисления на сумму этого вычета. Либо, если вы подаете декларацию в налоговые органы по форме 3 НДФЛ, то, соответственно, вы должны будете приложить к ним подтверждающие документы. И в этом случае налоговые органы возвращают вам денежные средства на указанные реквизиты, соответственно, на карточки, либо на ваш счет. В этом случае вы прилагаете все оправдательные документы, и налоговые органы рассматривают их уже на предмет соответствия всем требованиям. Кроме социального вычета можно использовать налоговые, имущественные налоговые вычеты. Эти вычеты могут применять налогоплательщики, которые либо купили уже готовое жилье, либо купили строящийся дом, либо земельный участок для строительства. Вот здесь есть одна тонкость. При покупке недвижимости можно вернуть 13% от максимального лимита. То есть максимальный лимит у нас 2 миллиона рублей. Если, например, недвижимость стоит 1 миллион 900, то 13% будет возвращена именно с этой суммы. То есть в итоге получится вернуть 247 тысяч рублей. Если же, например, недвижимость стоит 5 миллионов рублей, сумма с возврата составит 13% от 2 миллионов рублей. Вот здесь вот обращаю ваше внимание, что была в свое время достаточно большая путаница, когда начали применять имущественные вычеты, что вам вернуть не 2 миллиона рублей, а только 13% от суммы, за которую вы купили дом, но не больше, чем из 2 миллионов. И здесь хочу сразу обратить ваше внимание, вот на какой момент, собственно говоря, тоже по этому поводу было достаточно много вопросов. То есть вычет, имущественный вычет, не удастся получить, если ваша недвижимость приобретена на средства, которые выделил работодатель. Или же, если сделка купли-продажи заключена между взаимозависимыми лицами, то есть супругами, родителями, дитями, детьми, даже если это дети усыновленные. А также, если это сделка между бабушкой, дедушкой и внуками, например. Если при покупке жилья или дома использовался родительский капитал, материнский капитал, точнее, то стоимость суммы этого капитала вычитается при расчете суммы, с которой можно претендовать на вычет. Кроме этого, если вы покупали недвижимость в ипотеку, то в этом случае возможно вернуть 13% от суммы уплаченных процентов по кредиту. Ну, то есть, например, если лимит 3 миллиона рублей, то максимальная сумма к возврату по процентам составит 390 тысяч рублей. В принципе, очень много огорчений было именно из-за недопонимания, с какой суммой будет производиться вычет. Еще у нас есть инвестиционные вычеты. Таким правом может воспользоваться сотрудник, который получил доход от продажи ценных бумаг, либо вносил личные денежные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет и получал доход по операциям, которые учитываются на таком счете. Ну, самый популярный из таких вычетов – это внесение денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет. В этом случае вычет рассчитывается от суммы, внесенной на счет в налоговом периоде. Но ограничения, опять же, в этом случае действуют не более 400 тысяч рублей в целом за год. То есть, в принципе, получается не слишком фантастическая сумма, и это надо учитывать. Следует учитывать, что одновременно два индивидуальных инвестиционных счета иметь не разрешается. То есть, вы можете рассчитывать на инвестиционный вычет только по одному инвестиционному счету. Еще немножко нормативной информации – это по стандартным налоговым вычетам. Эти вычеты применяются гораздо чаще. Как правило, такие вычеты предоставляет работодатель. И здесь, обратите внимание, по заявлению сотрудников. То есть, соответственно, если вы имеете право на такой вычет, но не подавали заявление, то и вычет автоматически вам не предоставит никто. Получить стандартные налоговые вычеты могут и льготные категории граждан. То есть, инвалиды с детства, инвалиды первой и второй группы, ветераны Отечественной войны, которых на данный момент осталось совсем уже немного. И также такой вычет положен родителям или опекунам, у которых есть дети до 18 лет. В этом случае срок получения вычета продлевается до достижения ребенком 24 лет, если он учится в очной, научной форме в высшем учебном заведении. Ну, то есть, если он студент, учник, либо аспирант, либо ординатор, интерн или курсант. По общему правилу вычеты не суммируются. Если есть право на два вычета по разным основаниям, то дадут тот, который больше по сумме. Это не касается вычетов на детей. То есть, стандарты налоговый вычет на ребенка человек получит на каждого из детей. То есть, если человек получает, например, вычет как инвалид детства, вычет на детей ему тоже полагается. То есть, здесь уже не суммируется. Вычет на ребенка предоставляется каждый месяц до тех пор, пока доход сотрудника не превысит 350 тысяч рублей. После этого, даже если вы, ну, естественно, не потеряли право на применение вычета, он уже не предоставляется. На первого и второго ребенка предоставляется вычет в сумме 1400 рублей в месяц. На третьего и каждого последующего ребенка 3000 рублей. В случае, если ребенок инвалид до 18 лет или обучается на очной форме, то на ребенка инвалида первой или второй группы в возрасте до 24 лет предоставляется вычет 12 тысяч рублей. И родителям, и усыновителям, то есть, в этом случае они приравнены. 6000 рублей опекунам и попечителям. То есть, не усыновителям, а попечителям. Цифры, как вы видите, в принципе, по сравнению с прошлым годом не изменились. И еще один момент, на что нужно обратить внимание. Если человек имеет право на вычеты нескольких категорий, то выплачивается больше из них. То есть, например, если в семье чем больше детей, тем выше сумма вычета. Родителям и усыновителям детей инвалидов первой и второй группы положено 12 тысяч. Как я уже говорила, попечителям и приемным родителям детей инвалидов 6 тысяч. Одинокие родители получают вычеты в двойном размере. Ну, соответственно, при этом вы должны предоставлять не только заявления, но и подтверждающие документы. То есть, соответственно, свидетельство о рождении ребенка. Если вы одинокий родитель, то свидетельство о расторжении брака. И в этом случае вычеты на детей положены до того месяца, пока доход родителя, с которого берется НДФЛ, который облагается по ставке 13%, не превысят 350 тысяч рублей, как я сказала ранее. Сейчас у нас действуют прежние ставки. Максимум социального вычета – это 120 тысяч рублей. То есть 120 тысяч рублей – это не размер того, что вы получаете, а размер суммы, с которой может предоставляться вычет. То есть вы получаете 15 тысяч 600 рублей в этом случае на руки. Если у вас есть исключения, это особый перечень дорогостоящих видов лечения, по которым получить вычет можно в неограниченном количестве. То есть вычеты на детей у нас регламентируются предельной суммой, на данный момент 350 тысяч рублей. Кроме того, отдельно считается оплата на образование детей. Вот здесь максимальный налоговый вычет, что для родителей, что для опекунов, составляет 50 тысяч рублей на каждого ребенка. И, соответственно, возврат, на который может рассчитывать сотрудник – это 6500 рублей. Чтобы подать заявление на налоговый вычет, как я уже повторяла, необходимо собрать документы. Ну, список есть на многих информационных ресурсах. В основном это касается договора, то, что организация, с которой вы имеете дело, имеет лицензию, ну и, соответственно, ваши заявления. На самом деле налоговый вычет можно подать и через личный кабинет налогоплательщика. Для этого можно зарегистрировать личный кабинет напрямую на сайте, например, налоговой инспекции. И в этом случае справку 2НДФЛ предоставлять вам не нужно. Раньше это было обязательно требование. Сейчас такие справки загружаются в систему автоматически. И, соответственно, как только работодатель подает на вас отчетность, они видны в системе, и налоговый орган могут их самостоятельно использовать и анализировать. Есть еще упрощенный порядок. То есть в этом случае подразумевается, что налогоплательщик использует личный кабинет на сайте налоговой службы. И, соответственно, банк, в котором открыт счет налогоплательщика, который он указывает для возврата, принимает участие в проекте. На данный момент участие в проекте для банков является добровольным. На настоящий момент в этот реестр включены около 15 банков. То есть это основные наши банки. И, в общем-то, если ваш банк присоединился к проекту, то вы можете использовать упрощенный порядок возмещения налоговых вычетов. Еще одна тонкость – это использование профессиональных налоговых вычетов. Профессиональные налоговые вычеты могут получать адвокаты, нотариусы, люди, занятые частной практикой, то есть охранники, детективы и так далее. Обратите внимание, физические лица, работающие по ГПХ, авторы, которые получают авторские вознаграждения, ну и ИП, которые платят НДФЛ 13%. Профессиональные вычеты предоставляются в сумме расходов, которые налогоплательщик понес в ходе своей деятельности и, соответственно, который может документально подтвердить. В некоторых случаях у индивидуальных предпринимателей есть возможность получить вычет в размере 20% от общей суммы полученного дохода. Вот здесь обратите внимание, существенная тонкость. Профессиональный налоговый вычет не могут получить самозанятые. И второе, если ИП не может подтвердить расходы, то у него есть возможность получить вычет в размере 20% от суммы полученного дохода. То есть вот это важные такие новшества. Ну и дальше, собственно, у всех возникает вопрос, как эти вычеты нужно отражать в программах, ну и что требуется для того, чтобы оформить эти вычеты. Для того, чтобы использовать эти вычеты, необходимо первоначально, ну, скажем так, обновить настройки, которые есть в ваших конфигурациях. Поскольку мы рассматриваем сегодня это на примере и ZOOP, и ERP, то начнем мы с ZOOP. Ну, во-первых, следует в любой конфигурации начать с анализа ваших учетных политик. Потому что на самом деле все изменения, которые были приняты по регламентированным отчетам, ну и, соответственно, для получения вычетов тоже, частично отражаются в учетных политиках. Сейчас мы с вами переключимся на зарплату, то есть на ZOOP. И посмотрим, что нам требуется для того, чтобы эти настройки изменить. Сейчас мы немножко подвинем нашу вот эту линейку и перейдем в меню настройка. В меню настройка у нас есть меню организации. То есть при открытии, при переходе по этой ссылке мы с вами попадаем в журнал организации, то есть ваших юридических лиц. Если у вас их несколько, ну, либо если одна, то, естественно, будет одна запись. И проверим, что нам при этом нужно актуализировать, на что обратить внимание. Ну, к сожалению, не так быстро открывается, как хотелось бы. Вот, наконец. Здесь перечислены юридические лица, которые у меня есть в демо-базе. Ну, на самом деле, вот это юрлицо, это основное, а это филиалы. Ну, мы используем основное юрлицо, чтобы посмотреть настройки. Вот так. И на что хочу обратить ваше внимание. Немного отличаются настройки, которые мы делаем в зарплате и в ЕРП, потому что в ЕРП у нас есть возможность создавать одну учетную политику и использовать ее для нескольких юридических лиц. В других конфигурациях, например, в бухгалтерии, такой возможности нет. И там каждое юрлицо имеет индивидуальную учетную политику. Даже если, например, у вас три юридических лица, которые находятся на общем режиме налогообложения, вы должны будете создать три отдельных учетных политики. Итак, у нас, наконец, открылся документ учетная политика. Точнее, у нас открылся справочник организации. И здесь у нас на закладочке «Главное» отражены в основном регистрационные сведения. Ну, соответственно, если у вас есть филиалы, то здесь нужно проставить отметочку, чекбокс. Основные сведения, адреса – это информация, которая берется из ЕГРЮ или ЕГРИП. И здесь нужно обратить внимание на то, что необходимо заполнять все поля. Почему? Потому что эта информация отражается в последующем и на титульных листах отчетов или деклараций, ну и, соответственно, в некоторых других документах. Поэтому, если вы ее пропустили при настройках, то потом вам ручками придется ее добавлять в режиме ручного редактирования. Закладочка «Коды», ну вот, как вы видите, в моем случае ничего не заполняет. То есть, если у меня было преступление, когда я это заполняла, то, соответственно, я потом вынуждена буду это компенсировать уже руками при составлении отчетностей. Фонды, регистрационные сведения, допустим, для вычета, обязательно нужно указывать код налоговых инспекций. И обратите внимание на заплаточку «ЭДО». Поскольку у нас сейчас многие отчетные документы предоставляются в электронном виде, то, соответственно, здесь нужно быть внимательным, чтобы не добавлять себе работы. Потому что в данный момент существуют и кадровые электронные документы, оборот, и сервис 1С «Отчетность». Обратите внимание, название 1С «Отчетность» – это и название дополнительного сервиса, и название раздела, который есть в конфигурациях. То есть сейчас вот мы переключимся на демо ERP, и посмотрим с вами регламентированный учет. То есть вот он у нас. И, соответственно, здесь у нас будет возможность посмотреть именно сервис 1С «Отчетность». Смысл его в том, что… Вот он, 1С «Отчетность». Сейчас я его запущу. Пока он будет запускаться, 1С себя хвалит и дает рекламную заставку, на которой более подробно расписано, что позволяет делать этот сервис. На самом деле это возможность напрямую из конфигурации, то есть из 1С отправлять какие-то отчетные данные, вести переписку, получать требования напрямую с сайтом налоговых органов. То есть, например, те же заявления на предоставление вычета мы можем отправить и таким образом. Те, у кого есть подписка ИТС проф, могут использовать для одного юридического лица. Это бесплатно, в бесплатном формате. А те, у кого ИТС техно, для них такие сервисы дополнительно стоят небольших денег. То есть, например, сервис «Проверка контрагента» на год вам будет стоить порядка 4 800, а 1С «Отчетность» от 3 800 за год, в зависимости от того, сколько вам лицензии требуется. Вот вы видите, всплыла рекламная заставка. Здесь по ссылочке, вот здесь, можно почитать более подробно. И перейти к этому сервису тоже несложно. Вот по ссылке вы переходите и выполняете инструкции, что надо сделать по ходу пьесы. Снова мы вернемся сейчас к нашим. Вернемся к злупу. И, как вы видите, это мы с вами про закладочку ЭДО поговорили. А вот теперь мы перешли к цели полетов. Это учетная политика и другие настройки. Ну, то есть, ответственные лица – это, соответственно, лица, которые имеют право подписи под определенными документами. И вот здесь вам нужно учесть такой момент, что если вы назначаете какие-то ответственные лица, кроме поименованных в уставе, то есть тех, кто имеет право действовать от имени организации без доверенности, то на таких сотрудников нужно оформлять либо машиночитаемую доверенность, либо предоставлять им отдельную подпись. А интересует нас с вами закладочка «Учетная политика» и вот по какой причине. Сейчас она. Ну, во-первых, вы пишите, с какого по какое вы применяете. Сейчас оттащим немножечко вот так вот, чтобы нам не мешалось. Ну, то есть, что из какого и какие тарифы. И закладочка «НДФЛ». Вот здесь обратите внимание, поскольку у нас вычеты, собственно, применяются для снижения налоговой нагрузки, то есть именно по «НДФЛ», то вот здесь нужно обратить внимание на то, актуализированы или нет у вас сведения касательно «НДФЛ». Потому что в этом году, как вы знаете, происходили достаточно революционные изменения. То есть теперь мы платим «НДФЛ» не только с заработной платы, но и с авансов, и с межрасчетных выплат. И, соответственно, у вас здесь должны быть проставлены соответствующие галочки. Но акцентирую ваше внимание именно на том, что даже если вы не проставите галочки, то есть удержание исчисленного «НДФЛ», например, исчисления «НДФЛ» с аванса, то у вас все равно программа в принудительном, так сказать, порядке будет проводить удержание «НДФЛ» при выплате. То есть и зарплаты, и авансов. Ну и, соответственно, пройтись по другим галочкам и посмотреть, соответствует ли то, что здесь отмечено, вашим сегодняшним реалиям. Ну, бухучет и выплаты зарплаты мы не будем с вами смотреть, а вот про воинский учет я еще хотела вам сказать, но это уже, скажем так, сопутствующая информация, не совсем касающаяся наших вычетов. Значит, после того, как мы с вами проверили учетную политику, я сейчас это закрою, чтобы она нам не мешалась, это мы с вами смотрели в ЗУПе, в ЕРПе у нас тоже есть возможность посмотреть учетную политику, и, в принципе, функционал у нас что в ЗУПе, что в ЕРПе, в общем-то, практически одинаковый, потому что в ЕРПе включен функциональный блок зарплаты и управления персоналом проф. Большинство функций, которые есть, то есть которые есть в зарплате и управлении персоналом, нам доступны и доступны. Поэтому, в общем-то, мы будем смотреть то на одной, то на другой конфигурации, поскольку функционал очень близкий. Соответственно, посмотреть настройки учетной политики мы с вами можем из раздела НСИИ и администрирования. У нас при этом открывается доступ к списку наших юридических лиц, это меню организации. И, собственно говоря, при переходе в это меню у нас с вами будет абсолютно такая же возможность, как и в ЗУПе, пройтись по учетной политике и пройтись по настройкам раздела зарплата и управления персоналом. Ну, это, к сожалению, открывается достаточно медленно, поскольку блок большой. И здесь нам с вами важно то, что мы можем настраивать, ну, вот, допустим, я возьму любую первую попавшуюся организацию. И здесь мы с вами можем посмотреть и подправить, естественно, какие-то пункты. Еще раз повторюсь, что в случае, когда мы работаем с ЕРП, мы с вами можем одну и ту же учетную политику использовать в нескольких организациях. И плюс к этому, кроме того, что мы используем одну и ту же политику для разных юридических лиц, здесь есть такая особенность, что, например, в бухгалтерии, когда мы идем в учетную политику, у нас есть доступ ко всему функционалу, ко всем функциональным опциям, и мы можем их сразу видеть. А вот в ЕРП для того, чтобы работать с определенными функциональными блоками, нам необходимо выполнить их активацию, потому что иначе они будут недоступны для редактирования, для проведения документов и так далее. То есть вот у нас с вами открылась карточка организации, и мы можем видеть общую информацию. Ну, это понятно, учетные данные, регистрационные данные, и вот у нас учетная политика. И налоги, и закладка зарплаты и кадры. На учетной политике и налогах нам нужно с вами посмотреть, ну, во-первых, что касается системы налогообложения, по гиперссылке мы можем перейти внутрь и посмотреть. Здесь надо обратить внимание на то, что уплачивается ли единый налоговый платеж. Поскольку у нас сейчас практически все налогоплательщики обязаны его применять, то здесь нужно проставить флажок и период, с которого он действует. Ну, то есть в нашем случае это будет 2023 год, и можно поставить с 1 января. Ну, я сейчас не буду изменять, потому что иначе программа у меня будет долго работать. Ну, соответственно, ЕНВД у нас уже не применяется, а вот единый налоговый платеж мы должны с вами проверить. И если возникает необходимость корректировки в каких-либо разделах из тех, что здесь перечислено, вы по гиперссылке туда переходите и меняете настройки. А еще один очень интересный момент – это про воинский учет. Сейчас мы с вами отсюда выйдем, поскольку здесь нам пока больше ничего не нужно. И используем закладочку зарплаты и кадры. И вот здесь вот, ну, соответственно, вы должны проверить, если у вас организация или юридическое лицо попадает под применение каких-то районных коэффициентов в связи с климатическими условиями, то есть, например, северная надбавка или надбавка за районы, приравненные к раннему северу, то вы должны это здесь изменить. И дальше, то есть мы посмотрели, считаем, что все нас здесь устраивает, у нас все здесь сделано правильно. И в этом случае мы должны посмотреть на воинский учет. Значит, если мы переходим по закладочке «Изменить», у нас появляется вот такая табличка, такое диалоговое окно. Здесь, скажем так, нормативные, локальные нормативные документы, которые регулируют ведение воинского учета в организации. Причем они уже составлены. Достаточно только проверить, что правильно указано наименование вашей организации, распечатать и утвердить, соответственно, директором в официальном порядке и указать за какой год. В этом случае активируется блок, в котором можно вести этот учет. После того, как мы проверили учетные политики и посмотрели, что у нас все соответствует уже текущему периоду, то есть 2023 году, мы можем продвигаться с вами дальше и смотреть, что у нас касается налоговых вычетов. Значит, мы сейчас с вами снова вернемся к слайдикам. Вот, мы поговорили про виды вычетов, которые существуют. И теперь мы с вами посмотрели, где в конфигурации ERP и ZOOP можно проверить учетную политику. А теперь, как нам работать с вычетами. То есть в конфигурации ZOOP у нас с вами есть раздел налоги и взносы. И здесь, соответственно, мы можем посмотреть и создать документ «Заявление на вычеты». И если мы с вами заявление на вычеты используем, то мы с вами попадаем вот в такой документ. «Заявление на вычеты», соответственно, наша организация. Выбираем сотрудника. Напомню, что для того, чтобы составить вот такой документ, вы должны получить от вашего работника физическое заявление, то есть бумажечку, которую он вам принес, о том, чтобы предоставить ему либо социальный налоговый вычет, либо вычет на детей. Ну, то есть с указанием вида вычета, который он хочет применить. А сейчас мы с вами перейдем в конфигурацию ZOOP. Так, мы закроем нашу организацию. Так, это вы видите на экране начальную страницу. Я немножко отвлекусь. Здесь есть очень интересный сервис, который позволяет вам, ну, скажем так, отслеживать актуальность вашего релиза. Во-первых, то есть вот доступно обновление программы. А во-вторых, здесь есть достаточно много информации законодательной, которая комментирует текущие изменения, дополнения и так далее. То есть здесь можно перейти, посмотреть, и, соответственно, если есть необходимость, то просмотреть, например, онлайн-уроки. На этом мы переходим к заявлению на вычеты. И располагается он у нас, этот документ. Еще раз перейду на наш слайдик. То есть вот, как видите, заявление на вычет в зарплата и управление персоналом. И располагается он у нас в разделе налоги и взносы. Возвращаемся в зарплату, в ZOOP. Содвигаем нашу линейку. Налоги и взносы. То есть вот мы с вами попадаем в такое меню, где у нас выделена возможность перехода напрямую в этот документ. Он у меня уже составлен. Поэтому я перейду в составленный документ. Соответственно, при формировании нового документа мы используем кнопочку «Создать». И когда мы используем кнопочку «Создать», сейчас я вот так вот, нет, уже перешла. Хотела показать, какое меню получится, если мы кнопку «Создать» используем. И, соответственно, здесь мы указываем сотрудника, указываем дату, когда он подал заявление на вычет. Хочу обратить ваше внимание, что вычет будет предоставляться с того момента, когда вы получили заявление от сотрудника. Не с 1 января, не с момента приема его на работу, именно тогда, когда вы получили от него заявление. Чаще всего, естественно, кадровый работник при приеме нового сотрудника должен предложить ему выяснить, имеет ли он право на применение вычетов и предложить ему заполнить такое заявление. Соответственно, мы вводим новую информацию. Прошу прощения, у меня программа пытается уйти от таких вопросов. Значит, собственно говоря, вид вычета. Здесь зашиты классификаторы. Как вы видите, в данном случае у меня введен вычет на ребенка, на первого ребенка в возрасте до 18 лет. И мы вернем обратно нашу линейку. И, собственно говоря, мы должны заполнить дату, по какой человек учится, и документ, который подтверждает право на вычет. То есть, например, на ребенка это должно быть свидетельство о рождении либо об усыновлении и так далее. И, соответственно, вид вычета, если это будет второй и последующий ребенок, уже будут другие данные. И после того, как мы его проводим, у нас в программе при расчете будет, соответственно, этот вычет предоставляться. То есть, вот вы видите, второй ребенок у меня уже другая кодировка. Но это, в принципе, здесь ничего не изменилось. Закроем. Нет, мы не будем сохранять изменения. Мы просто это закроем. Теперь снова вернемся к нашим слайдикам и посмотрим вот этот документ, который мы с вами только что ручками трогали. Теперь мы с вами сходим в ERP и посмотрим, чем ERP отличается от зарплаты при регистрации вычетов. Значит, мы с вами уже говорили, что функциональность у них практически идентичная, но отличается интерфейс, отличается компоновка блоков. То есть, в ERP, вот мы с вами переходим в демо-версию, ERP. Соответственно, у нас есть... Сейчас еще раз на слайдик вернусь, чтобы вы успели запомнить. Соответственно, у нас в меню мы выбираем блок заработная плата, а в зарплате и кадры у нас есть раздел налоги и взносы. Значит, мы с вами вернулись в ERP и пошли в раздел зарплата. Вот он наш подраздел налоги и взносы, и вот наше заявление на вычеты. Соответственно, в этом случае заявление на вычеты мы выбираем юридическое лицо, по которому хотим сделать документ, выбираем сотрудника, который написал заявление, и по кнопочке «Создать». Вот обратите внимание, здесь мы можем создать заявление на вычеты, заявление на прекращение стандартных вычетов и уведомление от налогового органа о праве на вычеты. Но обычно такое уведомление чаще всего используется при применении имущественного вычета. Но мы с вами создаем, выбираем заявление на вычеты, и в этом случае получаем документ практически такой же, какой мы видели сейчас в ZOOPе. Но сейчас программа подумает. И функционал, собственно, один и тот же. То есть мы получим документ, который будет фиксировать его конфигурация при применении вычета к конкретному сотруднику. Мы не будем ждать, пока он сформируется, мы потом переключимся сюда еще раз и посмотрим, как нам программа в конце концов сформировала этот вычет. Что еще важно помнить? Во-первых, поскольку у нас в этом году меняется срок перечисления начисленного и удержанного НДФЛ, то нужно учитывать, что если, например, сотрудник вам написал заявление первого числа месяца или какого-то другого, то в каком месяце начнет действовать этот вычет. То есть перечислять исчисленный и удержанный НДФЛ мы должны за период с 23 числа текущего месяца, предыдущего, вернее, месяца, извините, по 22 число текущего месяца. Оплата производится сейчас единая, как вы знаете, дата оплаты и подачи отчетности. То есть до 25 числа мы должны подать отчетность, а не позднее 28 числа произвести оплату единого налогового платежа. То есть если у вас человек подает заявление на вычет, например, первого числа текущего месяца, то это войдет в этот месяц уже. А если он у вас подает заявление 23 числа, то это войдет уже в следующий месяц. То есть вы видите, что за период с 23 по 31 декабря в этом случае немножко другой будет срок не позднее последнего рабочего дня календарного года. То есть с 1 по 22 января, не позднее 28 января. И, соответственно, срок подачи расчета 6 НДФЛ у нас тоже теперь по этим новым датам не позднее 25 числа и за год не позднее 25 февраля. Поскольку в этом году НДФЛ платится их авансов, то в этом случае налоговые агенты получили право платить НДФЛ из собственных средств. То есть если вы применили налоговый вычет и, соответственно, рассчитали НДФЛ, то заплатить его вы можете из собственных средств и в последующем отразить это в отчетности. Еще один момент. Как в ЗУПе отражается удержанный НДФЛ? То есть в ЗУПе сейчас мы переключимся, кстати, посмотрим, сработало у нас или нет. Да, по-моему, сработало. Да, то есть вот у нас сформировался в ЕРП документ заявления на вычет по НДФЛ. Мы точно так же, как и в ЗУПе, выбираем организацию, выбираем сотрудника, выбираем дату, когда нам поступило это заявление и по кнопочке «Добавить» выбираем необходимый вычет, который сотрудник хочет получить. Вот мы с вами попадаем абсолютно в такой же справочник, как мы видели в ЗУПе, и дальше формирование документа точно так же происходит, как и в ЗУПе. Теперь мы переключимся на сам ЗУП и переключимся вот на что. Значит, здесь у нас, вот как вы видите на слайдике, используется меню «Зарплата», и здесь у нас есть отражение удержанного НДФЛ в бухучете, то есть, соответственно, с применением вычетов или без применения вычетов, но мы возвращаемся в ЗУП, выбираем меню «Зарплата» и, соответственно, здесь смотрим отражение зарплаты в бухгалтерском учете. Если у вас, например, работает обмен ЗУП и ERP или ЗУП и бухгалтерия, то, соответственно, необходимо настроить эти блоки. Снова возвращаемся к нашим слайдам. И вот какую информацию еще мне хотелось бы вам рассказать. То есть, в ЗУПе с 2023 года, когда мы формируем ведомость на выплату, пропала возможность заполнить аванс фиксированными суммами. То есть, поскольку у нас теперь удерживается НДФЛ и с авансов, и с межрасчетных выплат, то теперь мы можем выбирать либо, соответственно, начисление за месяц, либо расчет за первую половину месяца. Вы видите на экране, как перейти в начисление и проставить галочки, что начисляется или нет за первую половину месяца. А чтобы начислить аванс, мы заходим в документ «Зарплата», выбираем все начисления и начисления за первую половину месяца. В этом случае у нас открывается диалоговое окно, где программа отражает все расчеты. Мы можем на закладочке «Вычеты», «Удержание» посмотреть, сработало ли у нас заявление на предоставление вычета, ну и, соответственно, весь остальной расчет. И повторюсь, мы с вами это говорили, когда я показывала учетную политику, с этого года, независимо от того, что стоит в настройках учетной политики по НДФЛ, НДФЛ будет удерживаться автоматически при выплате аванса, то есть при формировании платежного документа. И еще один момент, это про электронный документооборот, мы с вами про него уже тоже скользь сказали. Здесь, собственно говоря, почему это важно? Потому что сейчас, во-первых, очень много применяется электронных отчетов, тот же отчет ЕФС-1, который с этого года мы используем, и для пенсионного фонда, и для соцстраха бывших, ну, соответственно, сейчас это единый фонд. В этом случае подаются сами отчеты в разных, подаются в электронном виде, но в разных кодировках. И, соответственно, если у вас неактуальный релиз конфигурации, то отправить по старому релизу новый отчет уже ЕФС-1 будет достаточно, ну, не проблематично, а просто невозможно, он у вас не пройдет. И здесь, сейчас мы с вами на ERP переключимся, вот так, нам пока это не надо, то есть не будем сохранять. То есть после того, как вы проверили, что у вас вычеты предоставлены, предоставлены, соответственно, уже в размерах и в тех реалиях, которые мы сейчас имеем, то есть, соответственно, уже в формате 2023 года, у нас с вами есть возможность, допустим, вот проверить нужный релиз. То есть если вы сформировали все вычеты, предоставили сотрудникам все вычеты и проверили все первичные документы, то бишь заявления, свидетельства о рождении, договор с учебным заведением, если это учебный вычет на обучение, в этом случае мы можем отправлять отчетность. Отчетность мы заполняем, есть кадровые отчеты, которые раньше подавались в пенсионный фонд, ну, например, СЗВ и ТД. Сейчас это отчет ЕФС-1. Формировать его могут как кадровые сотрудники, так и бухгалтеры, без разницы. Но в этом случае, значит, у нас получается, что мы переходим, например, в разделе кадры, у нас есть электронные трудовые книжки, и здесь мы можем сформировать документы о каком-то кадровом мероприятии, ну, я с него, вот у меня есть по промресурсу, был документ. Я могу формировать отчет в том случае, если у меня актуальный релиз программы, потому что даже в этом году не во всех релизах уже были включены, ну, как бы новые настройки. То есть вот это бывший отчет СЗВ и ТД, я его могу сформировать и после этого по кнопочке продолжить. По кнопочке печать, то есть вот здесь у меня, если это последний актуальный релиз, будет доступно две печатные формы. Сейчас вот так сделаем, перейдем сюда. меню кадры мы использовали, брали с вами электронные трудовые книжки и здесь формировали уже какой-то документ. И в этом случае у нас в печатной форме, вот она, печатная форма, не даст, извините, переключимся обратно. Значит, у нас будет две формы. Форма СЗВ и ТД и форма ЕФС-1. Соответственно, в этом случае нам нужно будет распечатывать, формировать отчет по печатной форме уже в нужном формате. И, соответственно, в нужном формате будут сведения о предоставленных вычетах. И также при формировании персонифицированной отчетности эти вычеты, налоговые вычеты должны быть отражены в нужной кодировке и, ну, собственно, в соответствии с текущими реалиями. Посмотреть актуальность релиза вы можете вот по этой пиктограммке. В этом случае мы открываем информационную строку, вот такая пиктограммка и с точечкой. И смотрим в сведения о программе. То есть вот здесь мы видим с вами сведения о платформе конфигурации, которая у вас установлена. И вот здесь мы видим сведения о релизе конфигурации. Ну, то есть вот на данном этапе я вам показываю на демо-базе, которая, ну, совсем не новый релиз, потому что сейчас действует релиз 2.5.8.432 и там позже. Здесь нужно обратить внимание вот на что. Релиз 2.5.8 – это релиз длительной поддержки, который сейчас не снимается. С поддержки по нему много достаточно обновлений. Но кроме него разработаны еще несколько других релизов. Есть 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12. Поэтому нужно учитывать, если вы хотите иметь релиз длительной поддержки, то лучше отслеживать 2.5.8. Но если для вас это не актуально, то можно использовать и 2.5.10, 2.5.11 и так далее. Закрываем эту информацию и снова возвращаемся к нашим слайдам. Еще мы с вами хотели проговорить по поводу воинского учета. То есть кроме того, что электронный документ оборот – это сейчас актуальная тема, на которую вы тоже должны обратить внимание, ну, то есть мы с вами уже поговорили, почему это важно. По воинскому учету, поскольку сейчас, ну, международная обстановка, вы все знаете, в связи с проведением мобилизационных мероприятий, на воинский учет сейчас стали обращать много внимания. И, соответственно, опять же, настройки, которые необходимо, например, в ЕРП сделать, это активизировать этот блок. В ЕРП это у нас располагается в разделе инсы и администрирования. Дальше здесь же мы должны выбрать кадровый учет, и в кадровом учете у нас есть блок «Воинский учет», где мы должны проставить чекбоксы, то есть вот такие зеленые галочки. Мы с вами уже его смотрели. Соответственно, вот он у нас здесь активирован, и вот те документы, которые являются обоснованием применения воинского учета. После того, как мы сформировали эти документы, у нас в конфигурации появляется блок, который дает возможность, сейчас мы снова переключимся на демо-базу, режим кадры, у нас здесь появился блок воинского учета. В зубе абсолютно такая же картина, то есть мы активировали воинский учет, у нас появился раздел по воинскому учету. Напомню, что мы по этому учету сдаем отчетности в военные комиссариаты, не в налоговые органы, а в военкомат, и, соответственно, должны, если мы проставили один флажок, сейчас я вам покажу это на слайдике, то есть если мы проставили с вами один флажок, вот он первый воинский учет, то у нас добавился один отчет. Если мы проставили отметочку, что и вести учет бронирования граждан, то есть если у вас есть сотрудники по специальностям, которые подлежат бронированию, например, то в этом случае у нас добавится сразу еще два отчета. Сейчас я вот это смогу вам показать. Вернемся в ЕРП. Так, это нам не надо. Это нам тоже не надо. Значит, в ЕРП мы с вами ведем воинский учет и помним, что за нарушение сроков предоставления таких отчетов, естественно, штрафные санкции тоже были изменены, так же, как, в принципе, и другие штрафные санкции, которые применяют в других ситуациях. Значит, вот когда мы с вами проставили отметочку о том, что воинский учет ведется, нам добавилась форма номер 18 к отчетам. Если мы выбрали, что у нас ведется бронирование, то у нас добавились формы 6 и формы 19. Сдаются они напрямую в военкомат. Это сейчас, возможно, вы обращали внимание. Стоит вопрос о том, что военкоматы тоже будут ввести электронные документы оборота, соответственно, электронный учет призывников и так далее. То есть вам нужно своевременно подавать сведения о сотрудниках, которые либо у вас с пенсионного призывного возраста, либо, например, подлежат бронированию. То есть это как раз вот эти вот формы. И по самим штрафам, ну то есть, чтобы сразу же вас напугать, в основном штрафы касаются персотчетности. И в этом случае, если вы не сдали или сообщили недостоверное сведение, в этом случае 500 рублей за каждого работника, что в прошлом году эта цифра была, что в этом. То есть размер штрафа не изменился. А вот сроки уплаты штрафов изменились. То есть в прошлом году было 10 календарных дней. Если вы получили уведомления от фискальных органов, в этом году это 20 календарных дней. И вот тут маленькая плюшечка. Если вы уложились в эти 20 календарных дней, то уплатить штраф вы можете в размере 50%. Ну, по аналогии, как работает ГИБДД. Ну, и соответственно, если вы что-то не учли или неправильно сделали, то в этом случае либо в ответ на требования, либо если вы самостоятельно нашли ошибку в расчетах, вы можете, естественно, подать корректировочную отчетность, корректировочные сведения. Но здесь нужно помнить про ритуал. То есть вы должны обнаруженную ошибку исправить, пересчитать новую базу, рассчитать, сколько необходимо к доплате средств и оплатить. Вот только после того, как вы все это сделали, вы можете отправлять корректировочный отчет в фискальные органы. В этом случае штрафных санкций у вас не будет. То есть вы избежите ответственности. И последнее, что мне хотелось бы сказать, это чтобы вы обратили внимание. При наличии электронного документа оборота очень актуальными становятся, во-первых, проверка на легитимность, если можно так выразиться, подписантов. И второе, чтобы ваша организация не попала во все мыслимые, немыслимые черные списки, нужно помнить о том, что даже сданную вовремя отчетность, что по ПЕРС-учету, что по НДФЛ, вам может прийти уведомление из налоговой инспекции о том, что ваша отчетность признана непредоставленной. Значит, когда она может быть признана непредоставленной, то есть вы отправили все вовремя, вы все как надо сделали, сидите, ждете, когда придет, что отчетность принята, а вам приходит вот такая неожиданность. Она может прийти, значит, в случае, если у вас документация подписана неуполномоченным лицом, а второе, если она подписана дисквалифицированным лицом, то есть у вас все в порядке, у вас КЭП оформлено, по срокам она еще не просрочена, но лицо было дисквалифицировано, то в этом случае отчетность также попадает под санкцией. Ну, если отчетность подписана умершим человеком, понятно, что это совершенно мошенническая ситуация, но тем не менее. Вот часто встречающаяся ситуация, это если ваши отчетные данные подписаны руководителем, в отношении которого в ЕГРУ имеется запись о недостоверности сведений. Это, к сожалению, бывает достаточно часто, потому что, например, руководитель сменил паспорт по возрасту или, например, вступил в брак и изменил фамилию, то есть тоже поменял паспорт, а кадровые работники об этом не знали. И при предоставлении соответственно отчетности декларации по НДС, сведения о персучете и так далее, если у вас имеются расхождения с контрольными соотношениями, но это больше к НДСу относится, либо содержатся ошибки в расчетах. К сожалению, ошибки могут достаточно часто встречаться, потому что самые часто встречающиеся ошибки связаны с округлениями, когда особенно у вас достаточно много сотрудников и вы неправильно округляли начисленные суммы. то есть подводим небольшое резюме. В этом году действуют практически все те же налоговые вычеты, которые применялись и ранее. Изменения коснулись возраста детей, изменения коснулись суммы, которая предоставляется. Ну и собственно говоря, по поводу предоставления налоговых вычетов обязательно нужно обращать внимание на то, что у вас имеется заявление от сотрудника о том, что этот налоговый вычет должен быть ему предоставлен. Если у вас нету вычета, то нету заявления, то вычет соответственно тоже применяться не может. К сожалению, наше время подошло к концу. Я хочу вернуться на первую страничку и напомнить вам наши координаты, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и пригласить вас к дальнейшему сотрудничеству. Мы будем рады оказать вам любую помощь в работах и, скажем так, использовании программного обеспечения семейства 1С. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Мы благодарим вас за уделенное время, за проявленный интерес, надеемся на дальнейшее сотрудничество и разрешите пожелать вам хорошего дня и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok